Девушки отдыхают Библиотека-город делится на два больших мегаполиса Это маленький город и большой город Маленький город предназначен для ребят, которые вместе с родителем приходят к нам, чтобы выбрать книжки и почитать Большой город предназначен для ребят постарше, от 7 лет до 14 Здесь находится научно-популярная литература Также ребята здесь могут позаниматься на компьютерах, например, поучить свои уроки Если я не умею читать, мне стоит идти в библиотеку? Конечно, Лиза, ты можешь прийти к нам в библиотеку вместе со своими родителями И выбрать с ними книжку, которую как раз вот они тебе прочитат Чем ты занимаешься в библиотеке? Я учу детей собирать всякие штуки Я прихожу в библиотеку, придумываю тему, рассказываю, что мы собираем Потом все это собирают, собирают Потом все называют как-то свои модели Потом о них рассказывают И ставят их вот сюда В библиотеке часто проходят встречи с интересными людьми Например, сегодня в гостях художник Николай Воронцов Который рисовал иллюстрации книгам Остера и Хармса А вы часто ходите в библиотеку? Я свое детство частично провел в библиотеке Можно сказать, спал на полках среди книг Потому что я ходил в библиотеку каждую неделю Разве в моем детстве были такие подушки? Нет, ничего подобного Были суровые деревянные стулья с ободранной обивкой Я сейчас прихожу в библиотеку Если бы в моем детстве были вот такие подушки, такие диваны Я бы просто после школы пошел сначала в библиотеку Чтобы немножко подрыгнуть, поспать Самому маленькому посетителю этой библиотеки один год Так что даже если вы не умеете читать И если вы только научились ходить То все равно можете записаться в эту библиотеку Что сделали Ксюша Федякова Алексей Козлов И Лиза Эллинин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok